Информа-агентство «Высота-102» продолжает серию программ «Борьба с коррупцией». Сегодня о том, как бороться с этим злом, расскажут в службе судебных приставов. Взялась за такое ответственное дело начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны Ольга Пивоваренко. С такими-то функциями, а человек в отделе наперечет. А начальник не промах. Женщина в погонах – это само по себе воплощение справедливости и заботы, охраны от природы, а в нашем случае и этих описаний, кажется, не хватает. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени – это лишь малая часть награды за десятилетие работы в этой службе в качестве главного борца с воздоимством. Ранее еще более 20 лет в прокуратуре. Есть и другие поощрения, но, как признается Ольга Пивоваренко, самые ценные – те, которые жизнь преподносит. С первого взгляда сухая статистика по коррупции ведомств из-за строгой прямолинейной женщины палец в рот не клади. И только потом улыбка. Да, женщина улыбается, потому что и на такой работе не без курьезов. И потом раз, поворачивается и такой, все, я проглотил, начал говорить. Так, ну, я говорю, а, проглотил? Так, ну, вызываем скорую помощь. Вам надо оказывать срочную медицинскую помощь, потому что это очень вредно, когда деньги, необходимо делать промывание желудка. Ну, и там медсестра такая была тоже с юмором, говорит, так, ну что, если не поможет промывание, будем делать вскрытие. Тут еще больше поберело. Это Ольга Александровна рассказывает о случае 2012 года, когда подозреваемый в даче взятки приставу понял, что в кабинет зашли следователи, начал жевать купюры. Тогда, конечно, никто не пострадал, не считая судимости для самого должника и его схуднувшего кармана из-за крупного штрафа, но все же к статистике. Только в этом году 8 уголовных дел в отношении приставов. Чаще всего это присвоение и растрата, реже подкуп. Но в любом случае ими движет корысть, как, скорее всего, и бывшим замначальника управления службы судебных приставов в Олгогресской области Андреем Почиховским. Он находился в разработке сотрудников полиции и ФСБ, так что разговор о нем, как о собственной работе, Ольга Пивоваренко и не заводила. Так вот, Почиховский обвинялся в попытке получения взятки в 200 тысяч рублей через посредника. Все время следствие отрицало свою вину, а вот доказывать ее пришлось сотрудникам следственного управления комитета. Фонограммы телефонных переговоров Почиховского. Фигуранты договаривались о встречах, передаче денег. Ну, несмотря на то, что разговоры велись завуалированно, там деньги назывались документами, исходя из смысла разговора следовало, что речь идет именно о денежных средствах, которые предназначались для Почиховского в качестве взятки. В целом, по специфике расследования коррупционных дел в отношении чиновников и госслужащих не все так просто, конечно. Желание остаться безнаказанным, иногда даже уверенность в этом подводит их. И он сам получает деньги, и он понимает, каким образом его действия могут быть задокументированы, какая оценка его действий может быть дана. И он уже с учетом этого строит свое поведение. Но когда он оказывается, уже будучи задержанным, после предъявления обвинения или при первоначальном допросе, все равно в голове у него, что он всю эту ситуацию обыграет, сможет уйти от ответственности, потому что является специалистом именно в этом направлении. Может быть, небольшая зарплата пристава напрямую связана с помыслом о корыстных преступлениях? Тут я с вами немного не согласна. Дело в том, что не всегда, так сказать, вот этот материальный стимул должен, так сказать, определять и сознание, в принципе. Понимаете, если человек идет на, так сказать, какую-то работу, кроме материальной заинтересованности, у него должна быть еще предрасположенность к данной работе, с тем, чтобы он эту работу выполнял с душой и надлежащим образом. Понимаете, если человек идет просто для того, чтобы отсидеть световой день, получить зарплату и уйти с работы, не думая о том, что на этой работе он сделал за день, и чтобы, так сказать, к ней не обращаться опять до следующего дня, не вспоминать о ней, то этот человек не нашел свое место в жизни. Нашли ли свое место в жизни те, кто только заступил на службу? Сложно сказать. Эти молодые девушки только-только начали свою карьеру, получив высшее образование. Да, теперь только высшее, юридическое или экономическое. В некоторой степени, как говорится, облегчает понимание между старичками и дебютантами, ведь должно коллегам с полуслова понимать друг друга. Все-таки дело приходится иметь и с цифрами, и с уголовным законом. Сегодня как раз небольшой курс от бойца с коррупцией, как предостережение от жизненных ошибок. В руках уголовный кодекс, а в глазах уверенность, что молодые все понимают. И все-таки, как обязательный предмет, просмотр кино, как называет его Ольга Пивоваренко. На этих кадрах бывшая служащая Краснооктябрьского районного отдела. Она слушает приговор суда, почти 10 эпизодов подделки листов, и как результат присвоения, статья 160-я. И вот она слышит из уст судьи реальное лишение свободы. Свидетели там у ее коллеги. Молодые. Кто-то только начал службу, кто-то несколько лет посвятил работе. Но всех специально пригласили выслушать приговор вместе с ней. Для понимания, осознания всей ответственности перед собой, перед семьей, коллегами, начальством государства. Или вот еще одно кино. Как вести себя, если должник предлагает взятку? Конечно, предупредить об уголовной ответственности. Это не вредно. Это незаконно. Это вредно. Ну, почему-то сейчас люди все, даже когда пешком ходят через дорогу, тоже незаконно. Но он все равно идет на преступление. Это история из районного отдела в области. Вскрытая камера фиксирует, как отец должника в 93 тысячи рублей предлагает приставу 10 тысяч за незаконное качание с полпроизводства. В этом случае свою вину мужчина не только не признает, а после случившуюся он и вовсе объявил себя ненормальным. Раз такое дело, говорят приставу, подождем результатов психиатрической экспертизы. Мужчина пока в стационаре. Но ненормальный скорее это тот факт, когда пристав выполняет свои служебные обязанности, а мы на него с граблями. Мы привыкли обвинять приставу в бездействии, когда дело касается взысканий в нашу пользу. Но мы забываем, что пристав работает, когда приходит в наш дом взыскивать долги. И бывают всякие, и угрозы бывают. То есть переходит на личности. То есть не видит в приставе, как, так сказать, меч, который исполняет решение суда, а видит в нем непосредственно виновника всего того, что случилось с человеком. И поэтому в порыве гнева на всю систему, на все то, что вот как-то у него неприятности эти произошли, под влиянием эмоций, негатива, человек идет к тому, кто ближе к нему. И кто непосредственно ему причиняет эти неудобства, в первую очередь. На Руси скрываться судебных приставов запрещалось. Это считалось тяжким преступлением, и статус приставов был довольно высоким. Никому не приходило в голову высказывать исполнителям закона свое непочтение или проявлять по отношению к нему агрессию. В этом году 150 лет, как на страже закона, стоят эти люди. Профессиональный в нем считается 1 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok